Друзья, здравия! Меня зовут Шевченко Александр, и это Академия Счастья. Сегодняшнее видео об адекватной самооценке, о том, как важно оценивать и себя, и других. Ну, не в том плане оценивать, что там, какой ты там, хороший, плохой и тому подобное, а именно как восприятие самого себя. Потому что часто бывает, что человек воспринимает себя, либо как-то подавляя, то есть занижая самооценку, то есть не чувствуя, что он может что-то сделать, либо бывает часто такое, наоборот, завышенная самооценка, как бывает даже перерастающая в манию величия, то есть я всемогущий, я все могу, и там все вы никто по сравнению со мной. Вот это два полюса, то есть мы живем в такой системе, да, которая биполярная, то есть когда есть хорошо или плохо, да, то есть двойственность, это вот наша такая материальная вселенная. И часто мы прыгаем от одной крайности к другой, то есть бывает часто занизили самооценку, потом завысили, и так же не только в самооценке происходит, а во всех вещах. В любви, то есть люблю-не люблю, хочу-не хочу, вот. Это вот такой вот, ну, двойственный мир. И цель практики, да, вот, ну, допустим, вот я занимаюсь процессингом счастья, да, есть практики медитации, есть другие практики, они призваны вывести человека в состояние единства, то есть состояние, когда человек ощущает мир таким, какой он есть, без вот этой раздвоенности, без того, чтобы думать о том, что это хорошее, это плохое, а просто воспринимать это как есть. И вот когда человек может это делать, воспринимать мир как есть, то у него наступает действительно и реальная оценка событий, да, то есть он воспринимает их так, как они происходят. То есть если вот едет машина, да, по улице, да, то есть он не начинает думать там, что эта машина плохая или плохой, водитель хороший, он просто воспринимает движение машины. Когда человек что-то делает в отношении вас, вы воспринимаете это действие, то есть вы не додумываете о том, что этот человек, возможно, хочет вам навредить или обмануть вас. Нет, вот адекватность оценки заключается в восприятии как есть. То есть вы наблюдаете то, что есть, и делаете, по сути, суждения, которые направлены на восприятие этого, то есть это безоценочные суждения. Вот мы идем как раз к тому, что я вас объяснял в самом начале, то есть раздвоенность вот эта вот, биполярность, она прекращается. Сейчас даже уже вот очень модным и довольно популярным становится термин психиатров и психологов, биполярное расстройство, да, то есть что происходит? Придумываются новые термины для тех состояний, которые были у человека, ну, по сути, всегда. То есть это раздвоенность сознания. И вот цель практики – это соединение. То есть когда мы соединяем это, но не насильно соединяем, не говорим там «не думая о плохом», «думая о хорошем», то есть нет, не в этом плане. А соединение происходит само собой в результате этой практики. То есть в результате того, когда вы погружаетесь в эту практику и ощущаете, что у вас происходит это соединение. То есть это можно сделать буквально прямо вот сейчас. Давайте сделаем небольшую практику. То есть вы погрузитесь в это состояние медитации, да, можете закрыть глаза, то есть почувствовать это состояние, погрузиться в него и почувствовать вот эту вот раздвоенность мира. То есть когда у вас проявляется хорошо или плохо, хочу, не хочу, буду делать, не буду делать, принимаю, не принимаю. То есть ощутите вот эту раздвоенность, ощутите, как она проявляется в вас. То есть как вы чувствуете, что мир разделен на вот эти вот такие противоположности, что мир несовершенен и что он как-то от одной крайности к другой бросаетесь. Вот почувствуйте это состояние вот этих полярностей, крайностей, ощутите его по максимуму, наоборот, не подавляя его, не отгораживаясь от него. Ощутите его в максимальной степени, насколько вы можете. То есть вот по максимуму, войдите в него, почувствуйте. Потом, когда почувствуете его максимально, максимально, вот в полной степени, да, это состояние, да, то есть у каждого что-то свое проявится, какие-то свои полярности. Возможно, даже не полярности, появится просто какое-то состояние, там, не знаю, ну, беспокойства или какая-то эмоция страха или какая-то, какая-то картинка придет, какого-то случая. Будьте открыты ко всему, что приходит. И когда вы это почувствуете по максимуму, сделайте такой глубокий вдох-выдох. И вот прочувствуйте это состояние в полной, в полной мере. И когда вы прочувствовали, сделайте такую практику. Поставьте руку на грудную точку, да, можно руку, ну, палец там, да. И скажите, я, несмотря на то, что я чувствую, например, назовите ваше состояние, чувствую страх или чувствую, что я должен, например, любить, но не хочу любить. Или что я должен работать, но у меня нет желания работать. Или то, что я болен, но мне хочется выйти за дорогу. То есть вот прочувствуйте вот это. И дальше скажите, несмотря на это, я принимаю, люблю себя, свое тело и свою личность. И это состояние, которое у меня есть, и мое состояние болезни, например, назовите его, и то, что, например, я чувствую раздвоенность между любить или не любить, доверять или не доверять, говорить или не говорить. Почувствуйте это, как наступает принятие. Вот в этом, вот, суть в том, чтобы получить принятие. Когда вы достигаете принятия, то появляется вот это состояние гармонии и счастья. И так можно двигаться дальше. То есть вы получили это принятие, определенные вещи, и так можно поступить с любой вещью, с любым состоянием достичь принятия и гармонии. И когда у вас наступает вот это состояние принятия, тогда у вас и возникает правильное восприятие, то есть корректное, безоценочное суждение. То есть вы можете наблюдать то, что происходит, и быть в этом. То есть вы просто наблюдаете, как наблюдатель, не оценивая это, как это, как хорошо или плохо. Вот, и в этом есть корректная оценка, правильная оценка. Вот, потому что, а тут даже теряется смысл слова оценка. Тут скорее более, правильнее сказать, корректное наблюдение и понимание того, что происходит. Вот, когда человек находится в таком состоянии, то он может наблюдать и безоценочно быть в жизни. У него пропадает вот это желание раздваиваться, вот эта раздвоенность ума, постоянное перепрыгивание от одного к хорошему, от плохого, от хорошего к плохому и так далее. И вот я помогаю людям в этом процессинге, то есть вот это то, что практику я говорю, процессинг, понять себя и прийти к состоянию единства, к состоянию гармонии в душе, в уме, в теле. Когда уходит раздвоенность и когда появляется вот это состояние принятия, состояние наблюдателя, когда вы можете воспринимать мир таким, какой он есть. И вот в этом состоянии вы можете жить действительно счастливой жизнью. Поэтому я и назвал свой проект Академия Счастья. То есть это человек, который живет сейчас, то есть счастливый человек, человек искренний, человек любящий. И вот я помогаю людям путем процессинга прийти к этому состоянию, к состоянию естественности, гармонии, радости и счастья. Если у вас есть желание попробовать процессинг, то вы можете написать мне в личные сообщения, мои контакты указаны под этим видео. И мы с вами свяжемся и сделаем консультацию, где я расскажу более подробнее. И потом мы сможем сделать сессию, где вы почувствуете уже как работает процессинг. То есть вот я сейчас вам показал такую небольшую практику, где вы уже могли это ощутить и почувствовать, что это такое. Такую практику вы можете делать самостоятельно в любой момент времени, когда у вас появилось какое-то негативное суждение, эмоция, страх. Вот так и делайте. Почувствовали его, вошли в него, ощутили, сделали глубокий вдох-выдох и сделали вот эту формулу принятия. И вот когда вы почувствовали, что вы принимаете это, это состояние у вас уходит и вы чувствуете вновь радость жизни. Вот это такая, можно сказать, быстрая скорая помощь при любом негативном состоянии. А я помогаю людям уже двигаться глубже, глубже, глубже и достигать первопричины. То есть первопричины, когда мы двигаемся в самую глубь и наступает вот это вот полное состояние единства. То есть уходят полярности, уходят все негативные состояния и вы чувствуете себя в этом состоянии гармонии, радости, благости и счастья. Поэтому, друзья, я уверен, что это видео будет вам полезным, вы будете его применять в своей жизни. Вот. И использовать его во благо для себя, для своих близких, для своих родственников. Если это действительно так, то ставьте палец вверх, это отметка нравится. Рядом колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. Вот. И, конечно же, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Поделитесь этим видео со своими близкими, друзьями в соцсетях, чтобы они тоже могли применить процессинг в своей жизни и улучшить свое состояние. Вот. И, конечно же, если вы захотите поддержать канал, то тоже реквизиты указаны под этим видео. И мои книги «Полное исцеление» и «Миры вечного познания». Вы их сможете почитать по ссылкам, которые указаны в описании к этому видео. Так что обязательно читайте описание, там очень много полезной информации. Будет еще статья, которая тоже поможет вам лучше понять себя и увеличить осознанность. На этом, друзья, на сегодня все. Я вам желаю счастья, гармонии. И до скорой встречи в следующем видео.